В районе уже седьмые сутки продолжаются пожары, которые вызваны сухой и жаркой погодой. Каждый день в 9 часов утра на территории стоянки автомобилей администрации района производится сбор добровольцев для тушения пожара. К патрулированию и тушению пожаров допускаются взрослые люди без противопоказаний. Предположительно, пожар начался 4 августа из-за молнии, которая попала в дерево. Огонь вплотную подошёл к деревне Мала-Абишево, в народе больше известной как Торткен. Деревня была исчезнувшей, в ней постоянно никто не жил. Но недавно потомки местных жителей начали возвращаться и строиться. Хотели возродить деревню. Силами жителей и добровольной пожарной команды пожар был локализован на местности. Но на горе и в лесном массиве угроза распространения огня сохранялась. Детский лагерь Аксарлах тоже мог быть объят пламенем. Там между заездами были организованы многодневные категорийные походы для детей-спортсменов. Руководством района было принято решение об эвакуации 69 детей и 10 человек преподавательского состава. Их на автобусах вывезли в тот же день, когда узнали, что огонь движется в их сторону. Реальная угроза была, что огонь мог приблизиться и уничтожить наш детский лагерь. Поэтому было решение мгновенно принято, что мы детей вывозим из территории. И сюда сразу запросили всю имеющуюся на ближайших местах технику. Это Бурибайский гог, это наши предприниматели, это Башмит. Я им, конечно, очень благодарен. Они и сейчас работают, техника работает, гусеничная техника, местное население вышло. За короткий срок, в течение 2-3 часов, здесь работало порядка 200 человек и где-то около 10 единиц техники. К счастью, к сегодняшнему утру, можно сказать, мы смогли полностью опашек организовать вокруг всей территории пожары, локализовать. И основная угроза была к детскому лагерю. Пожар подошел, но мы его встретили и остановили. Сейчас можно с уверенностью сказать, что наш детский лагерь мы смогли сохранить. Для локализации пожара около деревни Антышева пожарные, спасатели, сотрудники администрации района и волонтеры проложили специальную противопожарную полосу, чтобы остановить огонь и прервать ему дорогу к населённому пункту. Для защиты лагеря бульдозеры сделали заградительные, минерализированные полосы. Также обустроили водяную противопожарную преграду. Общими усилиями огонь удалось остановить. На данный пожарный у нас с вами привлечена аэромобильная группировка, главного управления МЧС России по республике Башкортостан в количестве 6 единиц, основной специальной пожарной техники и 50 человек. Также передислоцирован из Комертавского пожарно-спасательного гарнизона сводный отряд в количестве двух единиц основной пожарной техники и 6 человек. Также на данных пожарах у нас с вами принимает участие оперативная группа 15-го пожарно-спасательного отряда. В целом ситуация хоть и сложная, но контролируемая. Силы и средства со стороны МЧС задействованы в полном объёме. Что касается применения авиации, то использовать тушение с воздуха можно не везде. Дело в том, что из-за сброса большой массы воды есть вероятность распространения огня из-за искр, которые разлетаются на большое расстояние. На сегодняшний день в направлении села Мало-Арсланголь работают 220 волонтёров, 67 профессиональных пожарных, а также 10 единиц техники и сейчас туда направляется 2 единицы тяжёлой гусеничной техники. В Хайбуллинском районе в тушении пожаров принимает участие более 2000 волонтёров. Сейчас все очаги локализованы и находятся под контролем экстренных служб. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Вчера вечером увидела пост о том, что собирает волонтёров для помощи в тушении пожаров в Хайбуллинском районе. И решили не оставаться в стороне и приехать на помощь. Вот сейчас ожидаем пополнения в наших рядах. Надеюсь, они скоро прибудут. Пожар возле деревни Акташ тушили не только профессионалы. К месту происшествия подоспели добровольцы. Среди них, кроме местных, были приезжие с разных районов и городов. В их ряды вступил и депутат Госдумы 7-го созыва Зарив Байгускаров. Мы все отменяем. Завтра будем заниматься тушением пожара. Поэтому сегодня я, мой помощник, с утра сразу приехали в наш детский лагерь Аксарлаг для того, чтобы локализовать пожар. Мы увидели масштабы пожара. И первым делом мы здесь взяли ранцы и пошли тушить пожар. Спасибо и волонтёрам, которые приехали, оказывают помощь. В принципе, вместе мы это смогли сделать. Конечно, пока сказать, что рано, чтобы полностью локализовать. Но вот в сторону Байшабиша скоро будем выезжать. В этом бою с огнём никто не остаётся в стороне. Все помогают, чем могут. Мужчины из ближайших деревень с утра до ночи помогают тушить пожар. А женщины вместе с предпринимателями и волонтёрами организовывают питание в оперативном штабе, предоставляют волонтёрам ночлег и довозят датчиков изгорания. Янгын, янгын, янгын башланды. Хэм, бұған ауыл халқы, әбіш лисеуэте. Вәзі, амсик, үрнәк, әбеш, башқа көршер айындан яқын терәлегі ауылдар, өндерішірге янгынды келділер. Орға олы рахматы бізді білдірәбіз. Уттың құйрығымен ялы болмай бетінді, оны тұтып ұмай. Мұнай бұна эфелі көл қараш менің қараны ехін тоқанырға әдірттіруған кепкен өлендәр, сикқына етттен ехін тоқаналак етті шоға. Утты менің әйдәгі шайармайық, олайтып, тәбіғәтті білді, хақылайық. қаттан қызары бұдға дұр әхмәт, бұтті әйткенңдері кімің өнімі, бұл қырғай жүр әйтті қақын. Один из штабов оперативного питания находится в селе Абишево. Хозяйка Нурселя Ибрагимова вместе с местным населением здесь организовывает обед и ужин огнеборцам. В день они кормят более 200 человек. Также на большом казане женщины готовят горячее блюдо и отправляют их в штабы, которые находятся в лесу, близко к очагам возгорания. На сегодняшний день на территории района продолжает действовать несколько очагов. По периметру опашки производится дотушевание отдельных очагов. На месте работает аэромобильная группировка главного управления МЧС, волонтёры, местное население, представители администрации. Общая группировка составляет 17 единиц техники. Угроза распространения на территории деревень Малоарслангулова и больше Абишева отсутствует. Продолжается работа по полной ликвидации пожара. К сожалению, появляются новые очаги. Зилаирского и Зьянчуринского районов пожар перешёл на наш район. Горят леса на территории Акюловского сельсовета. Вот сейчас мы находимся на границе трёх районов, на стыке даже трёх районов, скажем, Зьянчуринский район, Зилаирский район и Хайбулинский район. Сегодня утром поступила информация о том, что пожар со стороны Зилаирского и Зьянчуринского районов переходят уже в Хайбулинский район. Быстро инкомобильная группа выехала и выяснилось, что на самом деле переходит к нам. И мы на место выехали, определили руководство госкомитета, руководство МЧС, аэромобильная группа сюда выехали и поняли, что необходимо сюда стягивать технику. Сейчас вот прямо буквально две минуты назад подошёл крупный трактор, чаттер колёсный. Мы его перекинули с территории Абишевского сельсовета, там где пожар у нас происходит, компания Башмедь. Сейчас они начинают делать минерализованные полосы. Если за нами смотреть, вот две горы, получается, нам необходимо быстренько взять его в окружение. Вчера в Хайбулинский район прибыл глава региона Радий Хабиров. Оценив ситуацию сверху, глава Башкортостана провёл в нашем районе выездной штаб. На нём руководитель республики пообещал, что в Хайбулинские соседние районы, страдающие от пожаров, поступит техника, приедут специалисты по борьбе с пожарами. Разговаривая с огнеборцами, волонтёрами, приехавшими, чтобы потушить горящие леса, Радий Хабиров высказал им слова благодарности за самоотверженную и бескорыстную борьбу с природной стихией. На данный момент в Хайбулинском районе спасатели ведут работу над тушением двух очагов площадью 1305 и 15 гектаров. Как сообщили в региональном МЧС, ведомство сейчас функционирует в режиме повышенной готовности. Чтобы не допустить распространения огня, произведена опашка населённых пунктов, граничащих с лесными массивами. С привлечением всех сил и средств МЧС районные власти, сотрудники лесхоза и волонтёры не исключают, что в течение нескольких дней справятся со сложной ситуацией и дадут отпор огненной стихии. Гульнас Ибрагимов, Резидата Аймасова, Зухра Рахимова, Руслан Тулбаев, Венер Тулубаев, Служба новостей. Пап, зачем ты каждый год идёшь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес. А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Если вы хотите получить консультацию по лечению от коронавируса, уточнить порядок получения бесплатных лекарств, обращайтесь в Республиканский ситуационный антиковидный центр по номеру 8347-218-19-19. По вопросам коронавирусной инфекции также работает горячая линия Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Телефон 8347-279-91-20. Если вам требуется помощь волонтёров на доставку продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости, обращайтесь по следующим номерам. Принимаются звонки на оказание помощи пожилым людям, маломобильным гражданам или лицам, страдающим от хронических заболеваний. Субтитры создавал DimaTorzok